Буйная сетка громадских объединений у людей с инвалидностью может быть створена в нашем регионе. Об этом поведомили на пресс-конференции в Гомеле. Под час встречи презентовали выники проекта международной технической допомоги, который реализовали в межах программы территориального сопротивления между краинами Усходного партнерства «Беларусь-Украина». Наши корреспонденты с подробностями. Проект «Умацевание международных контактов между организациями инвалидов Украины и Беларуси для суместных решений по интеграции людей с инвалидностью в спорт и туризм профинансовал Евросоюз. Координовало работу немецкое товариство по международным супрационницам ГИС. От Украины удельниками были инвалиды с Житомирской области. Идею тем, как зацекавить людей с инвалидностью, вести здоровый ладжиття и займаться спортом. За 9 месяцев удельниками проекта стали свыше 300 человек, причем с разными порушениями – слыху, зроку, опорно-рухального аппарату. Достаточно большой проект. Это первый наш совместный опыт реализации проектов такого уровня. И именно реализации в партнерстве в данном случае с украинскими общественными организациями инвалидов. И очень важно то, что сам проект, точнее его реализация давала возможность укрепить межведомственные отношения у нас здесь в республике как с государственными структурами, так и между общественными объединениями инвалидов. И именно направлен этот проект был на создание условий здорового образа жизни для людей с инвалидностью. Как долучить людей с обмежеванными махчимостями до занятка у спортом, с початку створили клуб «Разом мы можем усе». А для знакомства с житомирскими удельниками проводили международные споборництвы. Например, организовали 30 сплавов на байдарках по родце Убарць и стольки же выездов на квадроциклах. Створили множество спортивных секций по танцах на колясках, баскетболе, армрестлингу, легкой атлетицы, плавании на стольном теннисе. Проводили майстер-классы по народных храмествах, встречи с психологами, чемпионаты по паралимпийских видах спорта у Гомеля и Житомиры. Опыт абсолютно новый. Мы ничего подобного раньше не делали, поэтому это было очень интересно в плане, как. Я думаю, что и белорусские наши партнеры ничего подобного не делали. Был вопрос. Я думаю, в принципе, и задача проекта была посмотреть, как это будет и как это все будет реализовываться. На сегодняшний день проект заканчивается, буквально осталось пару дней. Я считаю, что в принципе все цели достигнуты. На самом деле очень крутой, классный проект получился. Мы получили практически, ну не практически, а все то, чего мы хотели. Очень много людей подружилось, очень много людей общаются. И в принципе тот эффект трансграничного взаимодействия, он достигнут на сегодняшний день. Настолько цикавым и грунтовным оказался проект, что самое важное питание, которое улучшилось подчас пресс-конференции, об дальнейших перспективах распочатой работы. Есть все подставы мерковать, что ее натримая протяг, и еще большее количество инвалидов с обмежеванными мягчимостями перетвориться у людей с новыми мягчимостями. Марина Джалая, Евгения Кухарона, Кихар Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». Продолжение следует...